Делаются карнизные свесы. Лобовая доска закреплена. Горошек на семена уже созрел, надо было срывать и сушить. Вот такой хороший кустик. Здесь у нас обитают семенные огурцы разных сортов. Мы заготавливаем каждый год семена. Здесь кустик, там вон лежит огурчик, вон еще один. Это на семена большие такие крепыши. Яблок в этом году множество. Яблони просто ломятся от плодов. Это у нас Антоновка. Вроде как она. Оля посадила Сумах. 1 августа 2022 года. Собираем крыжовник на варенье, возможно даже на компот. На варенье пойдет даже зелененький. Будем его расщеплять на две половинки и из этих половинок варить варенье. Пробовали молотый. Молотое варенье делать из крыжовника. Оно что-то не очень вкусное получается. А вот из половинок очень даже неплохо. Все кустики у нас плодоносят хорошо. Оля за ними ухаживала, подкармливала, пропалывала. Окружала заботой. Лечила, главное. Я думала, не будет ягод из-за мучнистой росы. Полила мучнистую росу, вылечила раствором хозяйственного мыла и соды. Да, еще что там делала? Я там уже не помню, что только не делала, наверное, все перепробовала. Ну вот, в общем, сода с мучнистой росой помогла. Здесь у нас семенной помидор, сорт томатов клуша. Сейчас Олежка снимет его и мы его оставим дозревать для того, чтобы семена получить. Вот такой помидорчик, это у нас семенной. Ну, чтобы остальные помидорки могли вызревать, мы этот большой сейчас снимем, он дозреет, семена все равно уже готовы. Муся, морковку хочешь погрызть? Ну, здесь еще краснеет помидорка, здесь еще один семенной у нас лежит, такой в гнездышке из соломы на мульче. В общем, урожай богатый в этом году. Оля с каждым годом все больше и больше набирается опыта и огород у нее процветает без особых затруднений. Субтитры сделал DimaTorzok У нас идет пока стройка. Крышу нам строят ребята. А мы занимаемся соли огородом. Я пошел на зады косить бурьян. Взял вот такую вот косу, потому что бензотриммер там не справляется, задыхается. Сейчас обрежу все эти толстые там сорняки, чтобы они подсыхали на горячем солнышке. У нас сегодня снова 25, ожидается плюс 30 в тени. Так что еще даже в августе успеем покупаться. Так, надо еще окучить нашу плантацию картофеля. Ну а вот эти кучи я буду сейчас скашивать. Вот эти вот такие объемы сорняка. Вот это вот заросли вот эти. То, что не берет обычный бензотриммер. Сейчас буду косить обычной косой. Колоновидная яблонька гирлянда дала первой яблочке. Сколько тут три штучки. В прошлом году мы ее посадили. И вот она уже на этот год сразу дала нам три яблочка. Вернее, цветов было больше. Она лишние сбросила сама. Ну, некоторые пишут, что надо обрывать цветы. Но яблоня, она такая разумная. Она сбросила сама все лишние цветы. И вот три яблочка нам решила подарить. Здесь на этом месте мы весной сжигали разные отходы деревянные. Потом ветки. И вот такой бурьян, выдающийся, на золе вырос. Видимо, зола очень хорошо помогает выращиваться различным растениям. Поэтому вот здесь такой пятачок мощный вырос. Ну, постепенно я его скашиваю. Вот этой косой. Ну, хорошо такие стебли рубятся. Не скашу, как говорится, так порубаю. Ведерко крыжовника на варенье набрали. Довольно-таки большое. Ну, а этот помидорчик пойдет дозревать на семена. Сорт клуша. 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 Ферментирую вишневый лист Иван-чай мы уже заферментировали Сейчас малину и вишню ферментирую По такому же принципу Сначала лист вишни срывается Не моется ни в коем случае Главное срывайте его чистым Отделяйте всякие ненужные ветки Упорченные листы И завяливайте 2-3 дня Можно в пакете завяливать Можно завяливать в банке Можно просто расстелить На каком-то открытом месте Постоянно помешивая Только в этом случае Чтобы он не высыхал Лист после того как завяливается Он становится гибкий Не трещит при скручивании Вяленый лист Если его брать вот так Он почти не трещит Мягко сгибается Основное отличие От Иван-чая То, что вот этот вишневый лист Он грубее И его надо лучше разминать Перед ферментированием То есть раскатывать скалочкой Заминать его в руках Надо обязательно, чтобы он Был размятый Потому что Если он будет не полноценно размятый Например, вот листик Часть будет размятый А часть нет То он будет не полноценно отферментированный Ферментирование, как вы знаете Это процесс брожения соков растения Совместно с листом При ферментировании Как раз и формируется вот этот вот Чай Его витамины сохраняются И вкус Поэтому вишневый лист Надо разминать очень хорошо Чтобы он был полноценно весь размятый Для того, чтобы качественно отферментировался Вот такой нюанс После того, как его разминаете Укладываете опять же его в баночку Плотно-плотно Мы укладываем в банку И забиваем колотушкой его И все Потом он остается где-то на сутки Для ферментации вот в таком положении Можно чуть больше Периодически понюхайте Открывайте крышечку банки Чтобы выпустить газы И следите за готовностью листа После того, как он отферментируется Ферментация останавливается С помощью сушилки Сушить можно в электросушилке В духовке Или в тенечке где-нибудь На открытом воздухе Вот так его разминаем Чтобы весь лист потемнел Равномерно После этого закладываем в баночку Все Субтитры сделал DimaTorzok 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 Барсик вышел погулять по деревне, вот как интересно, да Барсик? Барсюша смотри, ты здесь будешь жить. Перерабатываем крыжовник для варенья, вот такими половинками будем его делать, пробовали в прошлом году, очень вкусное варенье получается. Морковка уродилась в этом году шикарная, сорт каратель. Олин папа дал семена, вот мы посадили, очень хорошая морковь, ровненькая растет, сходы хорошие. А на сегодня все, надеюсь вам понравилось, всем добра! Субтитры подогнал «Симон»!